Вор против спецназовцев. Почему сотрудники военного магазина не смогли предотвратить убийство? Рынок разоблачили. Инспекторы обнаружили на привозе два КАМАЗа запрещенных яблок. Фрукты отправили на мусорку. Мусорная карта Саратова. Из-за разграничений территории в заводском районе коммунальщики отказываются убирать мусор из-под собственных окон. Насолили природе. Тысячи деревьев на Кумысной поляне оказались на грани гибели. На этой неделе произошло жестокое убийство в магазине военной одежды в самом центре Саратова. Разбойное нападение на коммерческий объект было совершено вечером в среду. Погиб один из владельцев магазина. Его друга ранили. Подозреваемого в убийстве поймали по горячим следам. И он раскаялся в садейном. Хроника происшествия в нашем репортаже. Эти кадры сделаны через несколько минут после убийства. На полу магазина тело хозяина торговой точки 43-летнего Евгения Максимова. До закрытия магазина оставались считанные минуты. При осмотре места происшествия в одном из магазинов города по улице Московской обнаружен труп мужчины с имеющимся огнестрельным повреждением в области шеи. От смертельного выстрела невозможно было спастись. В момент, когда в магазин ворвался неизвестный, в помещении было два человека. Евгений и его боевой друг. Злоумышленник потребовал выручку. Однако, получив отпор, выстрелил. Первый выстрел Евгения Максимова, который был за прилавком, оказался смертельным. Второй предназначался товарищем, но произошла осечка. После вооруженный грабитель попытался скрыться. В ходе обхода административного участка мной был замечен ранее знакомый мужчина, который бежал в сторону меня. Также за ним бежали два ранее знакомого мужчины, один из которых выкликивал «задержите убийцу». Мною был задержан данный мужчина и подоспешившие два молодых человека пояснили, один из которых пояснил, что данный мужчина произвел выстрел в продавца магазина. Налетчиком магазина оказался 25-летний саратовец. В отделе полиции подозреваемый раскаялся в содеянном, рассказал о мотивах убийства и о том, что обрез и револьвер приобрел у торговца на рынке. Произошло то, что произошло. Что произошло? Я выстрелил. Сколько раз? Один. Да, сожалею. А ты ранее занимался таким? Никогда не занимался. Откуда оружие у тебя? На Сенам купил. У убитого владельца магазина, 43-летнего Евгения Максимова, остались жена и дети. Бывший спецназовец прошел горячие точки, а когда вышел на пенсию, открыл собственное дело. По словам тех, кто его знал, Евгений был добрым и отзывчивым человеком. Только благодаря тому, что эти грабители нарвались на ребят ветеранов спецназовцев, только благодаря этому не переросло там в цепи, что человек ценой своей жизни остановил грабителя. По данному факту возбуждено 4 уголовных дела. Между тем, магазин закрыт. Ко входу саратовцы несут цветы. Многих громкое убийство в центре города повергло в шок. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов, 24. Уже в пятницу 1 апреля, буквально через сутки после убийства, подозреваемый Антон Жуков оказался на скамье подсудимых. Волжский суд Саратова заключил молодого человека под стражу до 31 мая. Сам же подозреваемый уверяет следствие в том, что пошел на преступление, чтобы рассчитаться с долгами по алиментам. Следователи не исключают, что налетчику может грозить пожизненное заключение. Однако окончательный вердикт вынесет суд после того, как будет закончено расследование. Запрещенные яблоки. На этой неделе на рынке привоз изъяли несколько тонн санкционных фруктов. Секретные сведения о том, что на складах хранится нелегальная продукция, поступило в спецорганы. Проверка факты подтвердила. Как действуют инспекторы правоохранителя в случае таких преступлений, выяснила Екатерина Заграничная. Категорически не желают показывать лица. Уж тем более становиться звездами телеэфира. Оно и понятно. Антигерои – сотрудники одного из складов рынка привоз. У них в закромах правоохранители обнаружили тонны санкционной продукции. На данный момент было выявлено более пяти тонн яблок, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, происхождением Польши. В данный момент мы производим погрузку и будем вывозить на утилизацию в соответствии с требованиями указа президента Российской Федерации. Настоящее расследование сотрудники прокуратуры Кировского района Саратова провели совместно с инспекторами Россельхознадзора. Яблоки даже не успели попасть в продажу. Их происхождение подтверждает маркировка на каждой из коробок, где черным по белому – Польша. На некоторых этикетках даже указано, что в Россию фрукты попали через Белоруссию. Как бы достоверных данных по собственнику продукции пока нету. То есть, ну, нами будет выясняться непосредственно, кто является собственной продукцией. Откуда пришла продукция, вот, кто непосредственно экспортер данной продукции. Вот, ну и будем выяснять данный момент и, соответственно, привлекать меры, принимать меры соответствующие. Пока же предпринимают одну действенную меру. Угруженные яблоками машины отправляются на полигон в Энгельский район. Именно здесь их утилизируют. В течение нескольких минут всю санкционную продукцию при помощи специального оборудования превращают в труху. Как заявляют представители правоохранительных и надзорных ведомств, подобные мероприятия будут проводиться и дальше. Только такими жесткими мерами можно заставить предпринимателей не идти на преступления. Так, с начала года уже было уничтожено несколько тонн импортных яблок, груш и томатов, запрещенных к ввозу в Россию. Екатерина Сграничная и Роман Шульдяев, Саратов, 24. Под угрозой загрязнения оказалась окружающая среда Ленинского района. После внеплановой проверки на этой неделе Министерство природных ресурсов и экологии выявило нарушение требований в области охраны атмосферного воздуха, а именно выброс вредных веществ. А все потому, что владелец спортивного сооружения Фока Южный переделал газовую систему отопления в дровяную, посчитав ее более рентабельной. Случилось это больше года назад. А именно тогда началась история борьбы жителей близлежащих домов за свое здоровье. Ведь запах гари, по их словам, проникает буквально в каждую квартиру. Не так давно вместе с общественниками более сотни жителей устроили акцию протеста за сохранение спорта в их районе. У нас во дворе детский сад, несколько групп. И порой такая волна, если идет ветер с запада, а еще хуже юго-западный, то между домами проходит целая волна этого дыма, накрывает все буквально. И цвет страшный. Однажды был вообще черно-синий. Невозможно было выйти из подъезда. Как установило профильное ведомство, на дровяное отопление у владельца разрешения не было. По факту загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения ответственное лицо привлекут к административной ответственности. А деятельность самого ФОКа Южной приостановлена на 90 суток. Чистота по раскраниченной схеме. Управляющая компания в городском районе предлагает местным жителям стать дворниками. По верстке коммунальщиков с легкими лопатами стартовка должна выйти на территорию, которая не входит в опыт обслуживания. Управляющая компания подоходят с отрябоподокными жителям. Раскраничить территорию и обязанности Куту-Такс. Почти кружок умелые руки. Только не веселит и не бодрит. Вот так каждый день выполнять чужую работу, убирать мусор и благоустраивать территорию. Люди не понимают, как так получилось, что этот участок возле дома оказался бесхозным. Здесь-то ребята на деревьях сидят. Зимой катаются вот здесь горки. Мой внук также вырос здесь практически. Ну, сами видите, ну видите, какая у нас чистота. Зато деньги с людей управляющая компания за такую уборку территорий собирать не забывает. Окна управдома как раз выходят во двор, прямо на свалку. Однако это ничуть не смущает Нину Рыжих. Ссылается на объективные причины, по которым не убирают. Оказывается, этот участок по плану Росреестра не входит в придомовую территорию. За окна вот видно. Ну видно, это не наша грязь. Вот планчик, пожалуйста, смотрите. Вот дом. А кто составлял план? И выбираем из кадастрового номера. Откуда и почему возникла такая схема, в управляющей компании не знают. Как альтернативу предлагают устраивать совместные с жильцами субботники. На улице Ломоносова такой вариант стал бы для людей спасением. Стихийная свалка образовалась возле детского садика. А управдом здесь не появляется около года. За это время свалка мусора полностью прогнила. В ветреную погоду все отходы оказываются у жителей на балконах. Неоднократно звонили в управляющую компанию. Говорили, чтобы загородили мусорку. Так как поднимается ветер, здесь в центре находится двора мусорка. Или ее перенести, или же загородить, чтобы этот мусор не летал. Но без толку. Мы живем в городе, мы не в деревне находимся, мы в городе. Управляющая компания вообще не работает. Во дворах, возле детских площадок и даже поликлиник тонны отходов копятся по 2-3 месяца. Сотрудники этой детской больницы давно пробираются на работу через мусорные кучи. Такой же путь прокладывают себе и пациенты. В основном это дети дошкольного возраста. Сражаться с грязью врачам приходится в одиночку. Мы стараемся, поддерживаем хотя бы на участке, выбираем каждый день мусор, цветочки сажаем. Хотя бы ее развернули. Это вот сейчас тихо. Вот любой ветерок, все бумажки, все тут, все на нашем участке. Коробки от продуктов питания, бытовые отходы – основной ассортимент стихийной свалки и в заводском районе. Раньше на этом месте стояли гаражи жителей ближайших домов. По решению администрации их снесли. Заверили, что расширят дорогу, которой мешали гаражи. Только вместо нее жители получили замусоренное бездорожье. Здесь с трамвайной линии ходят дети в клуб. Школьными прям путями. И вот по этой мусорке они все ходят дети. И администрации ничего не надо. Мыши у нас ходят по дому. Мыши ходят. Это что за жизнь? До пятого этажа мыши ходят. Перед домом находится детская площадка, которую скоро также вытеснит свалка. Придомовая территория, по словам председателя управляющей компании, не оформлена с 1964 года. А это означает, что жителям снова придется засучить рукава. Ее невозможно уже. Своими силами ее уже убрать невозможно. В надежде все-таки навести чистоту, местные жители вступили в переписку с районной администрацией. В ответе чиновники ссылаются на отсутствие финансов. Обещают убрать свалку в 2016 году, когда появятся деньги. Полина Попенец, Александр Бачков, Саратов, 24. Мы будем следить за развитием событий. А если вам нужна помощь нашего телеканала, звоните по телефону 705-755. Съемочная группа рубрики «Дежурный репортер» приедет на вызов. Ну вот, а на Кумысной поляне на этой неделе прошел массовый субботник. Жители и общественники вышли на уборку лесного массива. Напомню, в минувший понедельник в районе 8-й дачной люди обнаружили у корней тысячи деревьев соль. По предположению жителей, владелец одного из земельных участков таким образом решил избавиться от зеленых насаждений, чтобы построить коттедж. Но это вовремя заметили и поспешили убрать. Десятки человек собирали соль и вывозили ее с территории массива. Работали несколько часов подряд, чтобы успеть до выпадения осадков. Соль нам необходимо убрать сегодня, потому что по прогнозу погоды завтра обещает дождь. Если пойдет дождь, то соль начнет впитываться в грунт. А это, во-первых, и корни деревьев будут повреждены, соответственно, они превратятся в труху. А во-вторых, будут испорчены грунтовые воды. А здесь и родник, которым пользуются все жители Ленинского района. Ну а после расчистки территории жители и общественники планируют дать делу широкую огласку. Люди намерены продолжить обращаться в правоохранительные органы и привлечь к ответственности виновных. А самое главное, чтобы лесу больше никто не угрожал. Смотрите далее в нашей программе сразу после рекламы. Земля продуктивная. Депутаты Госдумы разработали закон, который заставит собственников работать на своих полях. Это наше дело. В Саратов на бизнес-форум съехались предприниматели со всей страны. Спасти жизнь продолжается сбор средств на лечение годовалому ребенку с редким заболеванием. Суть кроется в деталях. Именно на тонкостях сделали акцент участники круглого стола, который состоялся в Москве в Государственной Думе. Там речь шла об изменениях земельного законодательства. Депутаты, фермеры и общественники решали, какой нужен документ, чтобы скорее вернуть в оборот заброшенные сельхозугодия. В нюансы нового проекта вникла Екатерина Заграничная. Так выглядит источник сорняков и вредителей. Сельхозугодия, которые годами не обрабатываются, становятся реальной угрозой для добросовестных фермеров. Это с одной стороны, с другой из-за такого простоя недополучают прибыли бюджеты, а потребители сельхозпродукцию. Чтобы исправить ситуацию, в Комитете по аграрным вопросам Государственной Думы разработали законопроект, позволяющий вернуть в оборот такие земли. Теперь документ необходимо доработать с учетом предложений с мест. Высказать свои замечания в Москву пригласили всех тех, для кого совершенствование земельного законодательства имеет первостепенное значение. Очень важно, чтобы выслушать ваши предложения с мест. Уверен еще раз, что сегодня у нас состоится актуальный разговор, практичный, который может помочь нам, агрария, выработать единую позицию. Свой ряд предложений, проверенных на практике, озвучивает руководство Федерального министерства сельского хозяйства. В числе поправок четкие и понятные подходы в кредитовании отрасли. Когда аграрии будут понимать, по какой ставке они получают короткие кредиты, по какой ставке они получают инвестиционные кредиты, какие государство может давать гарантии, наверное, действительно, с точки зрения таких экономических механизмов, и земли станут работать. Участники круглого стола акцентируют внимание на деталях. Например, признаки, характеризующие ненадлежащее использование земли. Здесь важно учитывать природно-климатические условия каждой отдельно взятой территории. Также, считают эксперты, необходимо прописать четкие функции и права специальных комиссий, которые будут выдавать заключения, и которым в том числе придется взаимодействовать и с недобросовестными собственниками. Это закон, который требует, чтобы мы работали безукоризненно. Чтобы нам никто не сказал, что мы там какие-то законы нарушаем и ведем экспроприацию земли. Нет, правильно здесь было сказано. Наша задача эффективно ее использовать, а мы не хотим никаких нарушений делать. Правильно вы отмечаете, что надо просмотреть все тонкости. Ведь не ставим целью выпустить закон ради закона, а ставим задачу, чтобы этот закон действовал, работал именно во благо наших аграрий. С внушительным пакетом поправок и предложений приехала на совещание и делегация Саратовской области. В первую очередь они касаются или коснутся земель, которые были предоставлены в виде долей в 1992-1996 годах. Причина очень простая. Эта земля в большинстве случаев, к сожалению, в установленном порядке не поставлена на кадастровый учет. Ее невозможно администрировать. И согласно действующему законодательству, в общем-то, мы не можем привлечь собственника такой доли к ответственности и понудить его, этого собственника, предоставить эту землю в аренду или обрабатывать самому. На территории Саратовской области более 600 тысяч гектаров земли не обрабатывается. А по России и вовсе десятки миллионов. Рассматриваемый законопроект позволяет наказывать владельцев, которые не обрабатывают землю два года, а не пять лет, как это было раньше. Сначала это будут уведомления, штрафные санкции и повышенный налог. Затем суд, как крайняя мера, и выставление земли на торги. И вот здесь участникам круглого стола предлагают отдать приоритет в покупке этой земли предприятиям, которые имеют статус сельхозпроизводителя. У меня 20 тысяч земли я сам обрабатываю. И у меня 7 тысяч еще есть у невостребованной земли. Поэтому я с удовольствием сейчас вот эти изъятые земли возьму, буду работать и приносить пользу и государству, и доход будет государству. Поэтому закон очень в свое время и очень нужен. Свою принципиальную позицию за поддержку этого законопроекта озвучили не только сельхозпроизводители, но и представители профильной власти, отраслевые союзы и общественная палата, отметив, что аграрным комитетом Госдумы была проделана колоссальная работа по его разработке. Инициаторами этого закона является наша агрария, именно нашей Саратовской области. Встречаясь с ними в полях, на фермах, на сельскохозяйственном производстве, они ставили одну проблему, что земли сельскохозяйственного назначения, они заняты, но не используются. И мы с вами видим, заросшие бурьяном есть земли, лесополосами, но парадокс в том, что они все заняты. И как раз сегодня мы проводили круглый стол с участием представителей всех субъектов Российской Федерации, с аграриями, руководителями сельхозпредприятий, с сельскохозяйственными ассоциациями, где обсуждали проект нашего закона о использовании земель сельскохозяйственным назначением. Хотелось бы, на самом деле, искренне от всех аграрий в Саратовской области сказать Николаю Васильевичу спасибо за вот такую неравнодушную позицию, потому что закон крайне актуальный, о нем говорили уже давно. Именно на данный момент Комитет по аграрным вопросам Кустарственной Думы в лице Николая Васильевича и всех депутатов принял такое мужественное решение и стал очень детализированно заниматься данным законом, законопроектом. Детально, скрупулезно проработать все тонкости, все формулировки. Как отметил Николай Панков, все озвученные предложения обязательно учтут. А впереди еще не одно обсуждение документа, прежде чем его вынесут для принятия во втором чтении. В ближайшие дни законопроект еще раз проанализируют уже с участием представителей науки, а затем поднимут на широкое обсуждение на аграрном форуме, который пройдет в Саратове уже в апреле. От развития экономики в условиях кризиса и до решения семейных проблем. Парламентарии со всего Поволжья собрались на этой неделе в Саратове на очередную сессию Ассоциации законодателей ПФО. Депутаты решали, как на уровне законов можно развить промышленность в регионах. Коснулись и более частных тем, к примеру, что нужно сделать, чтобы сократить количество распавшихся браков. Однако обсуждение актуальных вопросов вышло за стены областной думы. Подробности в нашем сюжете. Проверяют территорию на практике. Студенты медицинского университета на специальных тренажерах до идеала оттачивают каждое движение. Этот уникальный учебный центр для будущих гинекологов, акушеров и неонатологов работает на базе областного и перинатального центра. Сегодня здесь особенно людно. Высокотехнологичный медицинский объект осматривают приехавшие со всего Поволжье депутаты. Некоторые парламентарии так поражены увиденным, что решаются тоже на практике проверить теоретические знания. Когда мама вела неправильную развитие, пересекли Поповину. Это центр, на базе которого готовят молодых специалистов и студентов. Удивительные новые тренажеры совершенно, которые раньше не видел. У нас сейчас, кстати, строится тоже перинатальный центр. И думаю, что какие-то инновации мы у вас обязательно возьмем. Я думаю, что даже мы направим сюда своих специалистов, чтобы они посмотрели, как строится работа. Из перинатального центра в адаптивную школу. Крупнейшие социальные объекты региона, как пример реализации сложнейших проектов. Так, областной реабилитационный центр не только оснащен уникальным оборудованием для развития детей с отклонениями, но сделан так, чтобы здесь было удобно находиться в первую очередь людям с ограниченными возможностями. Уникальная возможность в одном месте собраться всем председателям заксобраний всех субъектов Приволжского федерального округа. И есть главное преимущество ассоциации – информация, опыт и мнение других регионов. То, зачем собираются депутаты. Площадка – это ассоциация законодателей. Просто сверить наши позиции, что творится в одном регионе, в другом. Потому что вот именно площадка ассоциации дает такую возможность. Других таких форумов каких-то невозможно. Развитие промышленности в сложных экономических условиях. Парламентарии из Мариэл, Башкирии и Татарстана делятся опытом. Советы от регионов с развитой промышленностью в идеале должны реализовываться во всем Поволжье. Результат нашей работы – это реализация стратегических задач по формированию единого правового пространства, распространение положительного опыта законотворческой деятельности в регионах, продвижение окружных законодательных инициатив на федеральном уровне. Отойдя от сухих цифр экономики, парламентарии возвращаются к социальной теме. Семейное законодательство депутаты из Чувашии и Самарской области предлагают менять по своему опыту, где на региональном уровне было принято решение о выплатах и наградах для многодетных семей и тех, кто больше 50 лет прожил в браке. Екатерина Сграничная, Денис Титаренко, Роман Шельдяев, Саратов-24. В Саратов устремился бизнес-вектор. Одноименный Всероссийский форум предпринимателей прошел на этой неделе в нашем городе. Со всей России приехало более 500 владельцев, как крупных производств, так и небольших предприятий. Весь день участники посещали уникальные конференции или круглые столы. Бизнесмены узнали, как безболезненно взаимодействовать с контрольно-надзорными органами, как начать работать на экспорт и в чем уникальность женского предпринимательства. Перед началом работы форума к участникам обратился глава региона. Кому как и вам знать, что только за общим переговорным столом, застучив рукава, министры и банкиры, губернаторы, медицинские, общественники и промышленники, аналитики, эксперты могут выводить конкретные эффективные решения на благо каждой из сторон. И такие форумы, форумы, как сегодняшние, призваны подобные идеи выдвигать и продвигать. Одним из самых популярных среди участников стал региональный этап национальной премии «Бизнес-успех». Предприниматели со всей страны могли презентовать свои идеи или уже реализованные бизнес-планы членам жюри. Как отметили организаторы, это отличная площадка для тех, кто хочет привлечь к своему делу внимание как клиентов, так и возможных инвесторов. В состав жюри вошла и представитель нашего телеканала Ольга Малевицкая отметила разноплановость идей предпринимателей. Очень радует то, что здесь были представлены различные проекты со всей России. Очень радует, что было много саратовских проектов. И просто фантазии порой не хватит, чтобы придумать, какие вообще существуют проекты на этом свете. Я думаю, что такие встречи полезны прежде всего для обмена информацией, для того, чтобы понять, чем мы живем, что мы не одиноки, что наши устремления, наши планы, они входят в систему общегосударственных планов. Каждый участник выступал с двухминутной презентацией своего дела в рамках определенной номинации. Лучший молодежный проект, лучший проект в сфере электронной коммерции, лучший женский проект, народные предприниматели и так далее. Спектр бизнес-идей оказался огромным, начиная от выращивания винограда и яблок, заканчивая даже переработка речных водорослей в биотопливо. В итоге за самые необычные предложения бизнесмены были награждены символичными золотыми домкратами. Коммерческий директор нашего телеканала Ольга Малевицкая вручила специальный приз представителю саратовской компании «Плодовая-2009». Вылечить нельзя, но помочь можно. Герою нашего следующего сюжета диагностировали крайне редкое заболевание. У мальчика синдром Корнелии де Ланге. Это редкая форма задержки развития, которая приводит к различным аномалиям. Ребенку уже больше года, но выглядит он как полугодовалый младенец. Как можно помочь малышу, выяснила Елена Петрова. Он уже начал называть их «мама» и «папа». Для маленького Андрея Сергея и Валентина Бешановы стали новыми родителями. Когда после болезни умерла их дочь, они оформили опеку над внуком. Воспитывать его пенсионерам нелегко, ведь мальчика нельзя оставить ни на секунду. Ребенку нужно постоянно внимания. Одного оставлять нельзя. В год и три месяца он весит не больше полугодовалого младенца. Это последствия редкого заболевания. Андрею поставили диагноз – синдром Корнелии де Ланге. Редкая генетическая мутация привела к тому, что мальчик почти не растет. С утра мы пьем Элькар по 10 капелек. Утром, обед, вечером. Три раза в день. Так, панто, кальцин. Это пьем три раза в день. Месяц нам пить. Лекарства, массаж и любовь. Вот рецепт его лечения. Правда, чтобы ребенок смог прожить длинную жизнь, необходима полноценная реабилитация. Помочь могут в трех клиниках. В Киеве, в Израиле и в Москве. Стоимость лечения пока неизвестна, но в любом случае оно обойдется в круглую сумму. Какая сумма денег, мы не знаем. Даже мы не знаем, сколько будет там квота или чего. Москва сказала, что мы лечим таких детей Москва и Московская область. Бесплатно. Всех иногородних лечим за деньги. Ни суммы, ничего нам пока неизвестно. Андрей уже научился самостоятельно стоять и скоро сделает первые шаги. Но если не начать лечение в ближайшие месяцы, у мальчика могут появиться более серьезные проблемы в развитии, приводящие даже к летальному исходу. Деньги на лечение семья Бешановых начала собирать уже сейчас. У пенсионеров нет средств на то, чтобы оплатить пребывание в клинике. Если вы хотите помочь Андрею, то можете перечислить любую сумму на счет, который сейчас видите на своих экранах. Будем сами пробивать дорогу для малыша. Мы боремся за его здоровье и будем бороться, потому что у него никого нет больше. Елена Петрова, Роман Шельдяев, Саратов-24. Таковы были главные новости этой недели. Я с вами прощаюсь. До встречи на канале Саратов-24. Субтитры подогнал «Симон»!